Что такое Maybach? Это Мерседес или нет? Автомобили Maybach впервые были представлены в 1921 году компанией Maybach Motor & Bo GEM-H. Машины этой марки поражают своей мощностью и элегантной эксклюзивностью. Четко очерченные светодиодные фары, надпись Maybach, хромированные элементы, элегантный силуэт делают облик авто импозантным и запоминающимся. Салон также оборудован с максимальным комфортом. Высокая функциональность, эксклюзивная отделка, простор в салоне – все подчинено вашим желаниям. Около 15 лет назад компания Мерседес представила детище – Mercedes-Benz Maybach, которое признано элитным авто для ценителей качества и комфорта. На самом деле история Maybach и Мерседес пересекается очень давно, ведь именно Maybach находился у истоков Мерседес. Именно под этим брендом был разработан первый гоночный автомобиль. После того, как Карл Maybach ушел из Дембла, он вместе с Вильгельмом Maybach работали над созданием моторов для дирижаблей. Позже они представили первую машину, которая была создана на базе шасси Мерседес-Дембла. Его отличал оригинальный двигатель. Только после смерти Карла произошло воссоединение Мерседес-Benz и Maybach, и компания Мерседес стала единственной правообладательницей бренда Maybach. Соперничество на протяжении последующих 50 лет привело к тому, что в 1997 году было принято решение о возрождении легендарного Maybach. Теперь Maybach – это Мерседес, в котором не только комфортно ехать. Системы массажа и ароматизации, термотроник и другие программы повышают самочувствие за счет малых импульсов. Техническая составляющая Maybach. В автомобиле вы будете себя чувствовать в безопасности на любой дороге. Ведь при разработке используются высокотехнологичные системы и картографические программы. Вот какие особенности, обеспечивающие безопасность, еще имеются. Система активного экстренного торможения. Проекционный дисплей. Особая программа Pre-Save – знак регистрации импулс. Фары со светодиодами Multi-Bio LED. Дистанционное управление парковкой. Эстетические преимущества Maybach. Maybach является элегантным, эпичным седаном, равных которому мало найдет седа же в линейке аналогов немецкого производителя. В этой машине соединены высокая эффективность и комфорт. Экстерьер седана обладает монументальным, сбалансированным, невероятно солидным видом. Именно поэтому авто относится к бизнес-классу. Он предназначен для передвижения деловых людей. Основные преимущества машины. Лаконичный дизайн нового авто, особое внимание, уделяют внешним пропорциям и ультрасовременному роскошному интерьеру салона. Просторный салон оборудован всеми необходимыми опциями, с учетом всех требований, которые только может предъявить клиент. Самые современные вспомогательные системы гарантируют полноценную активную и пассивную безопасность людей. Инновационные технологии в режиме реального времени анализируют информацию за бортом и дают необходимые подсказки. В передней части салона находятся шикарные кожаные сидения с разными системами регулирования и другими опциями. Перед водителем располагается трехспицевый руль, обшитый натуральной кожей. Он декорирован деревом и алюминиевыми вставками. В салоне имеются самые разные функции, начиная от включения климат-контроля до подогрева и массажа. Задний ряд сидений имеет те же опции, что и передний. Кроме того, во втором ряду присутствует огромное количество свободного места, поэтому в салоне очень удобно располагаться. Если вы устали от длительной поездки и трудного дня, можно сложить переднее пассажирское кресло, нажав одну кнопку, выдвинуть подставку для ног и удобно расположиться для отдыха. Выбирая Maybach, вы можете быть уверены в непревзойденных характеристиках безопасности, которые обеспечивает этот автомобиль. Машина оснащена проекционным дисплеем, выводящим важную информацию в поле зрения водителя. Это позволяет управлять, не отвлекаться от дороги. При помощи особой тормозной системы существенно улучшена курсовая устойчивость машины. Также полезная опция – распознавание усталости водителя. При этом машина начинает подавать звуковые и визуальные сигналы, вызывающие предельную концентрацию внимания.